Всем привет! Вы на канале Техноарена. Сейчас я бы хотел сравнить самые бюджетные смартфоны Vivo Y1S и Redmi 9A. В описании к видео есть ссылки, по которым вы можете самостоятельно сравнить их характеристики и цены. Надеюсь, сравнение будет полезным, поэтому не стесняйтесь ставить лайк и пишите комментарии. Подписка и колокольчик тоже очень приветствуется. Смартфоны Vivo Y1S и Redmi 9A имеют стандартный современный дизайн с достаточно узкими рамками вокруг экрана и пластиковым корпусом. Модель 9A доступна в синим, черном и бирюзовом цвете, который почему-то называют зеленым, а модель Y1S в синим или черно-оливковом. Однако, если у Redmi все крышки с шероховатой текстурой, то Vivo предлагает выбор между глянцем и рифлением. Из-за большого экрана Redmi 9A отличается внушительными габаритами. Он почти на сантиметр длиннее, на 35 грамм тяжелее, немного шире и толще, чем компактный Vivo Y1S. Спереди смартфоны выглядят одинаково. Фронтальная камера расположена в миниатюрном соплевидном вырезе. Коплевидном, простите. Подбородок очень маленький, светодиодный индикатор событий и сканер отпечатка пальцев, к сожалению, отсутствует. Зато есть старый добрый аудиоразъем 3,5 мм. В бюджетной категории без него никак нельзя, поскольку покупатели таких смартфонов вряд ли пользуются дорогими беспроводными наушниками. А качественные проводные наушники – это классика, доступная каждому. Кстати, у Redmi аудиоразъем находится сверху, тогда как у Vivo он на нижней грани. Разъем для зарядки, понятное дело, микро-USB, но в случае с Redmi 9A это печальный шаг аж на два поколения назад, так как пользователи Redmi 8A получили более современный разъем USB-C. Слева у Vivo и Redmi выдвигается полноценный тройной лоток на две наносимки и карту памяти. Справа расположены кнопки питания и регулировки громкости, причем модель Y1S позволяет запрограммировать разные действия при нажатии на уменьшение громкости, когда экран заблокирован. По умолчанию так можно включать-выключать вспышку. Дисплеи смартфонов Vivo и Redmi слегка отличаются размером и разрешением. Компактный Y1S оснащен матрицей IPS диагональю 6,22 дюйма. В самом дешевом Redmi тоже установлен IPS-экран, но диагональ чуть больше – 6,53 дюйма. Разрешение в обоих случаях HD+, просто у модели 9A несколько пикселей компенсирует увеличенную длину дисплея. И, как ни странно, плотности пикселей вполне достаточно, чтобы изображение на экране выглядело четко без зернистости. Матрица IPS обеспечивает хороший угол обзора, приличный уровень яркости и контраста. Однако смартфоны, по всей видимости, поставляются с магазинной, не слишком комфортной калибровкой экрана. Если почувствуете, что заводские настройки цветовой температуры напрягают ваше зрение, этот параметр можно вручную отрегулировать до оптимального значения. А чтобы не утомлять глаза в ночное время суток, в настройках дисплея каждого смартфона можно активировать темную тему оформления и фильтр синего излучения. В общем, Vivo Y1S и Redmi 9A предлагают нормальные для своего класса экраны. Из коробки оба смартфона работают на 10-й версии операционной системы Android с фирменными пользовательскими интерфейсами Funtouch OS и MIUI. Vivo Y1S имеет гибкие настройки жестов, которые работают даже когда он заблокирован. Поддерживает включение-отключение подсветки двойным касанием экрана, позволяет менять стиль анимации и прочее. Из интересных особенностей Vivo я бы отметил возможность включения вспышки встряхиванием смартфона, правда экран должен быть активен, и режим мотоцикла, чтобы пользователь не отвлекался от дороги. Немногочисленные лишние предустановленные приложения без проблем удаляются. По-моему, интерфейс Funtouch OS оставляет прекрасные впечатления от использования. В свою очередь смартфон Redmi 9A выступил в качестве песочницы для программистов Xiaomi, которые устроили на нем полевые испытания MIUI 12, поэтому он получил обновление раньше более дорогого Redmi 9. Интерфейс MIUI 12 содержит новые анимации, обои и жесты. Также в этой оболочке усилена система безопасности, однако каких-то радикальных отличий от MIUI 11 я не наблюдаю. Самые заметные изменения это разделение быстрых настроек и уведомлений в шторке. Если раньше все было в одной куче, то теперь уведомления вытягиваются сверху слева, а сверху справа центр управления. Vivo Y1S и Redmi 9A оснащены минимально возможным набором камер. Фронталка на 5 мегапикселей и единственная главная камера сзади на 13 мегапикселей. На самом деле такой подход я могу только одобрить, поскольку не вижу смысла обременять смартфоны начального уровня лишними камерами низкого качества. Лучше установить одну, но хорошую, как это было в случае с камерафонами Pixel от Google. Основная камера Redmi 9A поддерживает режимы портрет и HDR, распознавание лиц, автоматическое определение сцен с помощью искусственного интеллекта. Есть фазовый автофокус, видео можно записывать в формате Full HD 60 кадров в секунду. Фронтальная камера реагирует на жест ладонью. За свои деньги Redmi 9A обеспечивает неплохое качество съемки, особенно в режиме HDR. Vivo Y1S тоже делает достойные фото и видео. Результат не разочаровывает, если освещение было ярким и руки не тряслись. Максимальное качество видеозаписи Full HD 30 кадров в секунду. Есть интересный режим интервальной съемки для создания так называемых таймлапсов. Видео с ускоренным течением времени. Оба смартфона получили одинаковый объем памяти, накопитель на 32 гигабайта и оперативка 2 гигабайта. Это минимальные технические требования для адекватной работы 10-й версии андроида. Объем накопителя можно расширить за счет карт памяти до 256 гигабайт. Vivo Y1S оснастили чипсетом Helio P35 с восьмиядерным процессором. Хотя ему уже два года, но такое решение простительно для ультрабюджетных устройств. И это заметно отражается на производительности смартфона, который функционирует с аристократичной неторопливостью. Зато Vivo не перегревается и относительно легко запускает тяжелые современные игры при условии выставления низких настроек графики. В повседневном режиме смартфоном можно совершенно спокойно пользоваться, если количество одновременно запущенных приложений не выходит за рамки разумного. В смартфоне Redmi 9A установлен новый чипсет Helio G25 2020 года выпуска. Но это опять же необъяснимый шаг назад в сравнении с Redmi 8A, который работает на более продвинутом чипсете от Qualcomm. Соответственно, в тесте Antutu модель 9A набирает на 10 с лишним тысяч баллов меньше, чем Y1S, с казалось бы устаревшим процессором. Xiaomi называет Helio G25 игровым чипсетом, однако подобные заявления следует воспринимать с осторожностью. Фактически это воскрешенный P22 с технологией Hyper Engine, которая якобы оптимизирует и повышает производительность. Стоит признать, что кое-какие невидимые улучшения действительно есть, поскольку на Redmi 9A удается запустить синтетические тесты, которые не поддерживаются смартфонами на базе чипсета Helio P22. Как Redmi 9A, так и Vivo Y1S, увы, остались без NFC. Смартфоны предлагают простые коммуникационные возможности, поддержка сотовых сетей 4G, однодиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5 версии. Еще инфракрасный передатчик не помешал бы для управления домашней техникой. По крайней мере, для смартфонов Xiaomi это всегда было характерной функцией. Довольно удобно, что в звонилку Vivo Y1S изначально встроен гибко настраиваемый черный список и диктофон для записи разговоров. Не придется искать сторонние приложения, чтобы добавить этот функционал. Для навигации доступны спутниковые системы GLONASS, GPS и другие. По времени автономной работы оба участника сегодняшнего сравнения демонстрируют приличный результат – до двух дней без подзарядки при умеренной интенсивности использования. Особенно, если яркость экрана не выкручена постоянно на максимум. Технологии быстрой беспроводной зарядки не поддерживаются. В комплекте со смартфонами идут обычные блоки питания на 10 Вт. В итоге аккумулятор Vivo Y1S емкостью 4030 мАч перезаряжается за 2,5 часа, а пользователи Redmi 9A с еще более мощным аккумулятором на 5000 мАч вынуждены тратить на полную перезарядку почти 3 часа. Но это и не обязательно делать, так как говорят, что современные аккумуляторы быстрее деградируют, когда уровень заряда достигает крайних значений – ниже 10 или 90%. В идеале заряд должен колебаться вокруг 50% плюс-минус 20-30% в обе стороны. Тогда аккумулятор будет сохранять свою емкость максимально долго. В играх смартфон Vivo Y1S в состоянии продержаться 9-10 часов и около 18 часов при просмотре фильмов. Redmi 9A обеспечивает до 14 часов непрерывных игр, 168 часов прослушивания музыки или 38 часов голосовой связи, но это официальные лабораторные цифры. В целом такая автономность не вызывает претензий. Интересно, что думают об этих смартфонах рядовые пользователи? Я собрал в интернете несколько позитивных и негативных отзывов Vivo Y1S и Redmi 9A. Я думаю, в конце 2020 года телефоном уже мало 2 ГБ оперативной памяти. Нет сканера отпечатка пальцев и быстрой зарядки. Телефон работает шустро, но для игр не подходит. Очень тормозит, если включить управление жестами, с обычными кнопками навигации более-менее окей. Не могу найти 60 FPS в настройках камеры, показывает только 30 FPS для видео с разрешением 720 и 1080 пикселей. Redmi 9A стал хуже в сравнении с предыдущим поколением Redmi 8A. Батарея держит очень хорошо с такой простой оболочкой на 10-м андроиде. Отличный представитель эконом-класса, новый скоростной тип ОЗУ LPDDR4X работает как 3 ГБ памяти старого формата. Качественный яркий экран и самый мощный процессор в этом ценовом сегменте. Как по мне, лучший вариант для Viber и Telegram и звонков. Много памяти. Купил бабуле, консультант обещал, что заряда хватает на 4 дня. Идеальный телефон за свою цену. Качественный бюджетник с массивной батареей на 5000 мАч и новым чипсетом Mediatek. Хороший недорогой телефон, то что надо для интернета и фильмов. Если вам нужен доступный телефон с емкой батареи, нормальным процессором и средней памятью, Redmi 9A будет лучше всех. Что в итоге? Смартфоны Vivo Y1S и Redmi 9A покрывают большинство базовых потребностей, не выглядят дешево. Большой дисплей удобен для просмотра фильмов и учебы, процессоры обеспечивают неплохую производительность. Установлено свежее программное обеспечение, аккумулятор гарантирует целый день активного использования этих смартфонов. Придираться к чему-то я не вижу смысла, так как в данном случае любые недостатки – это вопрос бюджета прежде всего. Подробные технические характеристики и текущие цены Vivo Y1S и Redmi 9A вы можете проверить по ссылкам в описании. Друзья, спасибо большое всем за просмотр, пожалуйста, комментируйте это сравнение, ставьте лайк, подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы видеть рекомендации о новых видео с канала Техноарена.